во-первых давайте тогда примерно расскажу как это все устраивается человек заполняет вместе с вами человек вы вместе заполняется анкету базовом русском языке когда происходит ознакомление с этой анкеты это анкета для вообще работа над всем кейсом но и над самой петиции в частности она не сильно сложно но есть свои нюансы и там нет в нашей все просто а на базе кто чтобы предоставить анкеты она может быть на русском запомнать английском мы делаем саму петицию и составляем все остальное 129 ф там вы пополнили это черновик предварительно базе этой анкеты которая наша внутренняя как она составляется по сути скажем инструкция по доказательной базе и вообще по всему кейсу какие документы вашем случае туда должны быть предоставлены мы обычно с людьми работаем через даже хранилище там google диск например черт туда подгружает все эти документы согласно инструкции какие можно все это просматривается обсуждаем с ним по количеству качества потому что качество там тоже имеет значение документов иногда люди несколько по-своему это понимаю да а требования тем не менее есть документам ну которая будет вкладываться качество снимков и все прочее имеет значение потом мы делаем проект составляется проводиться на документации готовится сама петиция делаются переводы документов их обычно немного но тем не менее вы видите фотографируйтесь вот инструкции оба причем одинаковая фотография соответственно проверяется документы отправляются вам на проверку вы проверяете это какие-то пару уточнений происходит потому что бывает идет какая-то информация не совсем струится и надо правильно свести ну готов так скажем про проект петиции по сути становится из черновика чистовиком еще мы практикуем там сопроводиться на документации по истории отношения нового офицера помогает там сориентироваться вашу ситуацию мы даем образец о чем другие люди писали поэтому образцу все другие пишут я помогаю это письмо привести ну так скажем должный вид иногда там бывают люди так пишут что мы можем навредить либо вообще отказываемся от этих писем такого плана либо я их просто правлю насколько это возможно бывает и так разным бывают всякие ситуации в жизни бывают вот когда кейс готов здесь все распечатали человек невеста обычно бывает жених уже там и вообще никогда здесь не появлялась все и отдается объясняется даются инструкции что делать дальше до оплатить куда отправляются что дальше дальше должно произойти когда произойти и она пересылает вам если здесь не было всех документов с вашей в том числе стороны и мы не могли получить их дистанционные использовать до вам присылать инструкции как его дополнить до конца и как его проверить выверить чтобы вы все туда вложили нужно вместе подписали там где должны быть подписи какие они даже должны мест уже есть свои маленькие нюансы все готовки и свои правильные пошло время ожидания после этого примерно мы знаем когда на выходе что будет только получим за миграционную службу уведомление что кейс переходит на стадию национального визового центра мы уже начинаем действовать что мы знаем что дальше нужно когда это примерно что делать и пошло медкомиссия человек заранее знает что там на этой комиссии будет происходить какие прививки нужно будет сделать заранее может и судимости опять же если где-то долго проживал справочки эти все до переводится другие какие-то документы усиливается доказательная база ваших опять же отношений делается еще одна анкета делается там оплата консульского сбора варшаву 265 долларов на начальной стадии кстати выплатить 535 за самую петицию процессе на стадии посольства перед тем как записаться в посольство нужно будет оплатить 265 визовый сбор медкомиссию еще пройти это тоже примерно долларов 200 от 200 точнее на взрослого получается и соответственно сделается еще одна форма она такая же как на неиммиграционную ревизу тесту 60 только немножко со своими особенностями соответственно когда накануне за неделю до интервью мы еще раз встречаемся все это вместе здесь складываем проговариваем то что будет на интервью да еще до этого как бы невесте всегда высылается инструкция вся по процедуре что там посольство будет происходить и перечень исчерпывающий перечень вопросов которые вы женихом как бы обсуждаете на случай если будут углубленные расспросы все и получает визу приезжает сюда если надо уезжает говорим какие правильно собраться что-то самую дорогу взять увидим типа по стиле и что и как и где если нужно перевозим еще другие документы тоже торже парк надо заключать и в принципе состоянии что даже когда вы там брак заключите еще помочь вот с этим комплектом документов на смену статуса в комплекте там с разрешением на выезд с разрешением на работу в эту форму опыта заполнения тоже есть стоит там это вот услуга сопровождение по смене статуса примерно столько же сколько